Знакомьтесь, это волшебник по имени Жак, веселый ржеволосый паренек, главный герой детских сказок Натальи Черных. Свои произведения автор пишет в стихах. Строки легко запоминаются маленькими читателями, а яркие картинки радуют глаз, отмечает Наталья. Наверное, поэтому ее книги так полюбились многим. Расходятся на ура не только в Самаре, но и за ее пределами. Причем интересно, что одна книга действительно ушла во Францию. Девочка одна узнала о моем персонаже и вот попросила, написала письмо Деду Морозу. До меня вот эта просьба дошла, я отправила одну книгу именно «Волшебник Жак в Самаре». Его многие знают, мои книги в библиотеках города, я выступаю в школах, также в библиотеках, провожу творческие встречи. В Самаре продолжается Поволжский книжный фестиваль. На площадке выставочного центра собрались представители ведущих книжных издательств, библиотек и музеев. Они приехали из разных городов России. Здесь каждый найдет литературу по душе. Студентам и преподавателям пригодятся учебные, документальную оценят историки, а художественную – любители прекрасного. Люди остаются читающими, особенно детская литература, она очень хорошо уходит, потому что родители стараются в детстве меньше давать компьютеры и телефоны, а читать книги. Можно вспомнить произведения отечественных авторов и познакомиться с творчеством зарубежных, а в перерывах между чтением посетить мастер-классы, побывать на встречах с писателями, послушать образовательные программы. А еще это возможность открыть для себя новых авторов и пополнить свою домашнюю библиотеку парой-тройкой интересных книг, да и просто пообщаться. К сожалению, не все имеют это возможность, в тот же интернет, и некоторым просто интересно прийти вот в такую большую выставку и узнать, что вообще происходит в литературном мире, в книжном мире. Пока жива традиция слова «Жив русский народ». Эксперты отмечают, бумажные экземпляры и по сей день популярны. Они имеют неповторимый шарм и привлекают читателей своей традиционностью. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.